Всем привет, с вами Артем, предлагаю вашему вниманию очередную еженедельную подборку твиков из CD. Небольшое музыкальное расширение для iOS 8.4 позволяет из контекстного меню песни перейти к альбому. Расширение Grid Messages расположит переписки всех абонентов в вашем приложении iMessage в виде сетки. При помощи графического дополнения Clean Sheets вы сможете убрать горизонтальные разделители во всех диалоговых окнах iOS. Твик Map Status Bar Hider скроет статус бар в стандартном приложении карты. Обратите внимание, что расширение работает только на iOS 8.4. Расширение ARIA 2 обзавелось поддержкой iOS 8.4. Для тех, кто не помнит этот твик, я расскажу, что он позволяет кастомизировать приложение музыка. Вы сможете включать или отключать различные разделы в программе, которые будут отображаться в нижнем меню, отключать ненужные и неиспользуемые элементы интерфейса, менять их цвет, а также изменять еще большое количество параметров данного приложения. Следующее дополнение в сегодняшнем обзоре называется Filters. Как понятно из названия, оно добавляет различные фильтры, но не в стандартную галерею, а в стороннее приложение из App Store. Скачать программу, необходимую для этого твика, можно перейдя по ссылке из CD. Следующий твик позволяет добавить необходимый функционал в приложение календарь. С его помощью вы сможете быстро включать режим не беспокоить в то время, когда у вас начинается событие по расписанию. Устанавливая напоминание для того или иного события, вы сможете включить или отключить режим не беспокоить для него. После установки твика Push Record в приложении iMessage во время отправки голосового сообщения не будет необходимости все это время держать кнопку записи. Ее необходимо будет нажимать один раз при начале и один раз при завершении записи звука. Tweak Round CC Buttons сделает кнопки в контрольной панели снизу круглыми. При помощи следующего расширения под названием Selfie Screenshot вы сможете добавлять селфи снимок во время создания снимков экрана. Во время снятия скриншота будет делаться снимок фронтальной камеры, вы сможете выбрать где этот снимок будет расположен на скриншоте, его размер и отступ от экрана. Также необходимо задать способ активации твика. При помощи расширения Wave Flow вы сможете добавить красивый визуализатор во время воспроизведения музыкальных треков в стандартном приложении музыка. В параметрах твика задается большое количество настроек для данного визуализатора, вы сможете выбрать метод отображения аудио волн, цвет, насыщенность, задний фон и другие параметры. Все изменения вступают в силу без респринга устройства, достаточно вернуться к приложению музыка. На этом все на сегодня, как всегда не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на канал. С вами был Артем, пока!